Здравствуйте! С вами надгеймрус, я ГКС Маринес, и сегодня у нас первый урок по A64D Apache. Научимся его запускать, посмотрим, что в кабине, и будем его глушить. Урок будет длинный, так что заваривайте пельмешки, чаек, приятного просмотра! Ну а перед тем, как начнем, я хотел бы сделать небольшое отступление. Для тех, кто впервые на канале, я делал вот эти сноски, для того, чтобы могли в любой подмен поставить видео на паузу, зайти у себя в игре в настройки, поставить настройки управления. Поиск и ввести интересующую вас команду в поиске. Таким образом, найти интересующую вас кнопку, переназначить ее на ваше любое игровое устройство, как вам удобно. Итак, давайте поговорим немножко об Apache, но перед этим закроем нашу кабину, чтобы внешние звуки нас не отвлекали. Мы это можем сделать сочетанием клавиш, либо же потянув за вот эту рукоятку. Жора закроет дверку также самостоятельно. Почему Жора? Он же Джордж, и я назову его Жорой на наш момент. Итак, хотел бы немножечко с вами поговорить вообще о машине, в которой он будет с вами летать. Apache. По нему возникает огромное количество вопросов на канале. Да и не только на канале, везде. Довольно, как я понял, сложный в освоении вертолет. Как вы понимаете, это мой первый вертолет вообще. Не то, что уже DCS, я вообще не до этого никогда... Ну, кроме как War Thunder, но War Thunder вообще никак нельзя сравнить с DCS. В общем, горе, он у меня попил много крови. Но я всегда любил этот вертолет. И поэтому я предзаказал его и перешел все муки страдания, чтобы освоить эту машину. И я очень рад, что смогу научить вас понимать эту машину, летать на ней. Потому что Apache на сегодняшний день самый массовый боевый ударный вертолет в мире. Он опередил даже наш крокодил Ми-24 по количеству выпущенных машин. Несмотря на то, что он существенно дороже, сложнее. А это о многом, ребята, говорит. На сегодняшний день самый отработанный боевый ударный вертолет. Несмотря на наличие конкурентов. Да, вертолеты есть не только у России и США. Еще и европейцы, и африканцы. Много кто делает боевые ударные вертолеты. Несмотря на это, Apache все равно остается самым массовым. Даже в самой Америке, несмотря на довольно масштабное вливание денег просто в никуда. Под названием проект Каманч, он же Ram 66. Было понятно, что он не сможет превзойти Apache настолько и не окупит себя. Поэтому было решено просто закрыть этот проект. Поэтому давайте с вами начнем. Я очень люблю этот вертолет. Да, я немножечко привзят по поводу него. Но тем самым мне и помогало освоить эту машину. Надеюсь, поможет освоить его. Ну что же, давайте приступим. Итак, для начала нам надо перевести взгляд на левую сторону. Вот сюда. Это наш главный источник питания. Мы должны перевести его в центральное положение. Подробно о том, что означает какая-где кнопочка, мы с вами поговорим, когда уже запустим эту машину. Потому что на именно запущенной машине будет проще объяснить многие моменты. Переводим в центральное положение. Мы слышим, что наша Apache оживает. Мы подключили таким образом наш аккумулятор батареи. Видим, как зажглась наша центральная панель. Мы видим, что предупреждение на то, что заднее колесо заблокировано. И малое давление масла в аккумуляторе. Я для себя определенную последовательность выстроил. Которая позволяет не ошибаться. Поэтому я надеюсь, что вы тоже будете следовать этой последовательности. И найдете для себя, что она наиболее эффективна. Что ж, поехали. Для начала мы переведем наш взгляд вот сюда. Я переключаю эти клавиши вверх. И выкручиваю яркость. Когда ночь, я выкручиваю наполовину. Кроме вот этой максимальной. Здесь все наполовину выкручиваю. Когда ночь, сейчас можно выкрутить на максимальную яркость. Вот этот выключатель днем, когда абсолютный день, можете не трогать. Давайте мы сейчас его тоже выключим. Потому что, когда мы запомним вертолет, будет как раз уже темнее. И мы сможем посмотреть, как он работает. Следующее. Мы нажимаем вот эту клавишу. Эта клавиша нам показывает, что все наши лампочки, которые у нас есть, горят. Все хорошо. Можем дальше продолжать полет. Почему? Если в авиации не гаит хотя бы одна лампочка, вертолет или самолет не имеет права взлетать. Поэтому мы всегда с вами смотрим лампочки. После того, как мы проверим лампочки, мы идем вот сюда. И смотрим, как у нас с панелью. Пожарный. Проверяем. Видимо, нас ругается непосредственно на патч. Так и должно быть. Переключаем 2. Авдек фаер. После этого это последнее предупреждение о пожаре. Как мы видим, на номере 1 у нас загорается всего 3 лампочки. На номере 2 загорается 5 лампочек. После пожарной проверки мы можем приступать к включению наше питание через ВСУ, она же ЭПЮ. Мы слышим, вертолет оживает. Смотрим вот сюда. Мы видим ЭПЮ старт, ЭПЮ повер он. Мы видим, что у нас появилось наше нашлемное целеуказание. Мы видим, зажглись наши многофункциональные дисплеи. И самое важное, что мы видим ЭПЮ повер он. Позвольте я сейчас выкручу символику в ноль. Да, у апачи появляется вот этот монокль. Все управление идет через него. То есть мы смотрим, указываем цели, а также смотрим ночное видение через этот монокль. Поэтому привыкайте к его наличию. Если вам на данный момент не нужна яркость, вы можете выкрутить ее вот здесь или назначить осевую команду для этого. Дальше что я делаю? Я проверяю яркость. Если темно, ставим здесь положение ночь, night, день оставляем днем. Ну и если они все равно ярковаты, то меняем яркость на наших экранах. Следующий, куда я иду, это панель радиостанций. Включаю все пять тумблеров вверх. Не перепутать их можно и вниз. Раньше они находились в нижнем положении, и вы их включали. Сейчас они в центральном. Переводите все вверх. Главный. Выкручиваем на максимум. И вот этот вот выкручиваем на максимум. Это звуковое помещение о лазерном и радарном облучении. Следующее. Переходим мы к правому многофункциональному экрану. Я обычно делаю все на правом. Вы можете делать на левом. Где вам удобнее. И вот этими клавишами мы идем по кругу. Ком, AC, TSD, VPN, FCR на сегодняшний день пока что еще не реализован. Это нафтуочный радар. Он пока что на сегодняшний день в Apache не реализован. Мы об этом поговорим, когда он его добавит. Нажимаем Ком. Я приближу вам поближе, чтобы вы могли видеть все надписи. Здесь у нас есть. Мануал. Переводим. В Коме здесь очень много всего. Но нам это все не нужно вообще. В реальной жизни, да, вот можно где-то что-то мы могли менять. Где-то что-то настраивать. Но в игре все, что нам нужно, это мануал. И здесь мы можем вводить частоты. VHF частоты, UHF частоты, FM1, FM2. VHF частоты это всегда начинается с единицы. UHF с двойки или тройки. Здесь все очень просто. Давайте изменим. Как понять, как изменить? Я поверну голову налево, чтобы вы могли видеть. Включаем меню радиопереговоров. РП. И мы вот здесь можем видеть верхний наш. Москва. 127 и .5. Москва. Это наша взлетно-посадочная площадка. Давайте с ней свяжемся. Чтобы мы могли с ней связаться, мы нажимаем клавишу. На нашем KU появляются надписи VHF Frequency. Вводим. 1, 2, 7, 5. Нули вводить не обязательно. Он примет без нулей. Мы видим, что здесь поменялась наша частота. Видим, что вот здесь поменялась наша частота. Об этой панели мы перейдем, когда запустим. Потому что она у меня лично багуется. И здесь мы остановимся поподробнее. Давайте изменим частоту UHF. Изменим на Сочи. Каким образом мы можем сделать? Мы можем сначала пробудить наше KU, нажав на любую клавишу. Она пробудится. Нажмем 2, 5, 6. И выберем. Теперь мы UHF Frequency 2, 5, 6. Нажимаем. Да, достаточно просто. Без точек, без всего. Если же вам надо ввести, например, 256, 750. То вы так и делаете. Нажимаете 2, 5, 6, точка, 7, 5. Выбираете частоту. И мы видим, она поменялась. 256, точка, 750. Но вернем на исходное значение. 2, 5, 6, точка, 5, точка, 0. А теперь давайте, кстати, сотрем. Clear стирает полностью все. Backspace стирает у нас одну клавишу. Как хорошо, что я ошибся. Заодно смог вам показать. Ну что ж, с радиостанцией разобрались. Переходим в AC. Мы видим, что у нас все продублировалось. Ничего страшного. Нас интересует вкладка Flight. Нажимаем ее. У нас появляется авиагоризонт, курс, наша скорость, крутящий момент, вертикальная скорость и высота. Нас здесь сейчас интересует сет. В сете мы проверяем, что у нас радарный высотомер работает. Если мы видим точку, мы его включаем. Дальше, что нас интересует максимальная высота, минимальная высота и давление. Это не ограничение, которое вертолет не преодолеет. Это ограничение для вас, чтобы вы понимали. К примеру, обратимся к историческому примеру, когда Апачи вскрыли ПВО раннего обнаружения Ирака во время операции «Буря в пустыне». Апачи нельзя было подниматься выше определенной высоты, иначе бы их заметили. Не помню, какой, честно скажу. Примерно, давайте скажем, 15 метров. И для этого вы можете ввести, например, 10, грубо говоря, метров. Но здесь вводится в фунтах, поэтому вам надо перечитать это. Но вы можете ввести максимальную высоту, чтобы не вылететь и не быть обнаружен. Тем самым не запороть вашу миссию. Поэтому просто нажимайте «Хай». Давайте сейчас установим 400. 400 – это высоко, но мы увидим примеры. Когда мы полетим 400, он нас предупредит о том, что мы вылетаем за границу ограничения. Low – то же самое. Наберем 20. Видим, что изменилось. У нас появилось красное обозначение 0, красное Low, и на непосредственно нашем монохле также появилась надпись Low. Это означает, что мы летим ниже заявленной, выставленной нами высоты. И вы всегда таким образом можете себя ориентировать. Очень полезная вещь. Один раз настроили, а потом удивляетесь. Вау, какой я молодец. Следующая не менее важная вещь, которая присутствует на этом экране – это перевод в километры и морские миры. Многие об этом даже не задумываются, поскольку, как правило, играть в одиночку. Но если вы играете с кем-то, например, с другом. У него там, к примеру, F16, поскольку у нас F16 еще на канале. А у вас Apache, вы в километрах, и вы скажете ему «Я нахожусь в 20 километрах от цели». Но он примерно может вас, конечно, не понять. Сами понимаете, у него все в морских милях, у вас в километрах. Поэтому вы можете в этот момент перевести на морские мили, сказать «Я в 10, допустим, в морских милях от цели». Он понимает уже по-своему, где вы находитесь. И таким образом вам будет проще взаимодействовать, чтобы вы друг о друге не узнали что-то нового. Поэтому имейте в виду. Чем лучше взаимодействовать километрами и морскими милями, решайте для себя сами. Я все-таки пришел к тому, что километр, если мне надо кому-то что-то сказать, я быстренько переключаюсь в морские мили и говорю «Я в таком-то расстоянии в морских милях». Он все понял и работаем другая таким образом. Когда вы это все выставили, мы переходим в TSD. В TSD нас интересует утиль. Здесь мы видим нашу выставку навигации. Да, примерно как в F-16. Она проходит здесь немножко побыстрее. Когда вот эти циферки горят у нас белым, наша выставка навигации не окончена. Сейчас мы видим 0.6. Это отличное. Можем спокойно уже взлетать, можем выставлять точки, делать все, что хотим. Когда все это беленькое, я не рекомендую вам все это делать. Вообще, в плане точек, я рекомендую вам сделать после того, как вы запустите двигатель. Это самое оптимальное. Сейчас же просто вы можете проверить, что у вас здесь идет выставка. Здесь вы можете поменять время на локальный или Zulu. Видим 18-13. Как я вам уже говорил, на F-16. Что лучше, чтобы стояло время Zulu. По одной простой причине. Все боевые системы привязаны к этому. Для того, как вы можете зайти в клавишу F-10 и посмотреть, насколько равнится у вас время. В данном случае у нас оно разнится всего лишь на 4 часа. То есть, таким образом, мы просто к 14 прибавляем 4 и получим то же самое. 18-13-30. Здесь все абсолютно то же самое. Поэтому используйте время Zulu. Следующее, что нам надо проверить, что включен доплер. То же самое. Он не должен быть, кружочек не должен быть с пустотой внутри. Дальше, после того, как мы это все выставили, мы переходим во вкладочку Weapon. А нет, поспешил. Поспешил. Мы переходим в TSD почему-то. А что нам надо еще включить все наши обозначения. Для этого нам нужна клавиша Show. Я обычно выставляю Вот эти значения. Перехожу здесь в клавишу Attack. Current Load. My English is very well, так что прошу простить. Переводим обязательно обратно в навигацию. Проходим сюда, включаем Target и Угрозы. Включаем Friendly Units. Мы видим, появились синенькие. Если вы играете за красненьких, то Friendly Units будут красненькие. Enemy Units. И Угрозы. Он включает даже действия систем ПВО, если вы находитесь в зоне поражения. Это очень полезная вещь. После того, как мы все вот это настроили, мы можем пока что на время уйти из экрана TSD в экран Weapon. Следующее, что я делаю. Некоторые лезут сразу в Ace. Я этого не делаю. Почему? Если я сейчас включу систему об облучении, она будет постоянно включать мне TSD и мешать мне таким образом настраивать мои предполетные режимы. Поэтому я включаю Ace в самой последней очереди. Сначала мы включим нашу нашлемную систему целеуказания. Нажмем здесь клавишу BoreSight и AIDHAS. И видим, что у нас появились кружочки. Если у вас кружочков нет, то это означает, что вы не пошли моим путем и забыли выкрутить вот эту вот крутилочку. Выставляем нашу нашлемную систему так, чтобы она была по центру. Я, поскольку пользуюсь мышкой, мне приходится голову опускать. Не волнуйтесь. Если вы выставили, прицел будет смотреть туда, куда надо. Я это специально проверил перед тем, как начал записывать эти видео. Дальше давайте обратим наше внимание вот сюда. Здесь у нас появился кружочек с четырьмя лепестками. Это наш курсор. Мы можем нажать либо вот эту клавишу, либо клавишу ввода курсора. После того, как начинаем непосредственно отцентровались. Нажали, кружочек пропал. Все. AIDHAS откалиброван. Нажимаем клавишу BoreSight и теперь мы можем заниматься вооружением. Для этого мы включаем вот эту клавишу Grand Right и теперь можем заниматься вооружением. Что здесь и как подробно, мы остановимся в следующих уроках. Я сейчас показываю последовательность, которую выполняю я. Дальше я проверяю нары. Выставляю количество наров. У меня это 8. Режим сбора данных ТАЦ. Пристрелку 800 метров. Почему 800? Сейчас объясню быстренько. Нарами я обычно пользуюсь в автоматическом режиме, когда мы находимся далеко. Когда мы находимся далеко, он рассчитывает, стреляет. О нарах мы поговорим с вами подробно. Когда надо пострелять резко и неожиданно выскочить со противника рядом, если у вас будет стандартное полтора километра, вы промахнетесь. И очень сильно. 800 метров позволит вам дать очередь снизу вверх и попасть в цель гарантированно. Поэтому и то же самое на пушке. Для меня 800, 700, 500 до километра. От 500 до километра. Найдите свою золотую середину. А все остальное используйте автоматический режим. О том, как работать в автоматическом режиме, мы поговорим с вами, как коснемся вооружения. Дальше я проверяю, как работают пилоны. Так как они у Apache регулированы. Сейчас, видимо, он опустился. Подняли голову. И, видимо, он опускается. Чтобы это было лучше видно, я подниму дверцу и покажу вам на правом пилоне. Вот он опустился. Я начинаю поднимать голову. И он начинает подниматься. И снова опускается. Наши пилоны работают. Закрываем. Дальше я перехожу на пушку. Если впереди нас был человек, он мог бы сказать, что наша пушка следит нормально за нашим нашлемкой. Здесь же нам придется посмотреть наружу. Я поверну голову влево. Пушка смотрит влево. Я поверну голову вправо. Пушка смотрит вправо. У пушки на земле есть ограничения. Она не будет смотреть сильно вниз или вверх. По понятным, думаю, причинам. Висеть не надо. Потому что земля близко, друзья мои. Земля очень близко. После этого я перехожу в непосредственно ракеты. Можно символику уже отключить. Я перехожу в ракеты, меняя код, channel. Сейчас нам это не надо, поскольку Half-Fire у нас отсутствует. Следующее, что нам нужно, это Ace. Выключим непосредственно наше вооружение. Следующее, что нам нужно, это Ace. Перехожу в Ace и включаю вот эту панель. Это панель ракетных оборон от ракетных атак. Она проходит сейчас сама автоматическую проверку. Это можно продублировать потом тестом, если вам так хочется. Но при включении она делает автоматическую проверку. Если будет какая-то ошибка, вы это увидите. Дальше я переключаю вот эти клавиши вверх. О чем что находится мы с вами поговорим сейчас чуть позже. Здесь я включаю ЧАВ и перехожу в УТИЛЬ. RLWR это наше голосовое оповещение о лазерном облучении. И мы видим что он сейчас про нас проругался найдя облучение. Таким образом летя мы можем понять там самолет 11 часов поиск. То есть на 11 часов у нас находится самолет. Очень сильно помогает. Дальше я иду обычно на эту панель. Мы выставили мы по-моему с вами еще не выставили давление. Сейчас мы кстати этим быстренько займемся. чуть не забыл. Выставим непосредственно наш авиагоризонт. И чуть и вот чуть не забыл. Перейдем быстренько флайт сет повторим и выставим наше давление. Давление у нас 29,91 это я точно знаю. У вас же это скорее всего скажет когда вы будете рулить. Сейчас мы рулить не будем поэтому давление выставим так же позже как будто сыграем что это у нас идет после рулежки. Именно поэтому я и забыл потому что шаги все отработаны. После того как мы поработали с Ace мы можем запускать наш Apache. Как мы это делаем? Да все очень просто. Связываемся с нашей Москвой. Москва. Это Apache 1.1 разрешите запуск. Запуск нам разрешили. Здесь мы можем перейти. Вот о чем я говорим. Слышали, да? У нас будет сейчас страница weapon он нашел облучение и перевел нас в карту. Поэтому Ace включайте после проверки вооружения. Переходим снова на левую панель. Я не забыл эту клавишу отключать не надо. Я объясню дальше почему. И начинаем со старта двигателя номер 1. Переводим этот выключатель в верхнее положение. Почему верхнее поговорим сейчас буквально когда запустим Apache. Теперь я перехожу на левый МФД. Как только у нас видим старт он мы видим у нас скручивается двигатель. Как только он достиг 24 мы можем переводить наш левый рычаг в положение idle малого газа. Мы видим как начинают раскручиваться лопасти. Мы видим вот это бешеное мерцание это нормально поскольку двигатель сейчас мало того что сам раскручивается так раскручиваются еще и лопасти и разгоняют нашу гидросистему. Нагрузка на первый двигатель идет довольно большая. Второй двигатель запускается уже намного легче. С какого двигателя вам начинать решайте сами. В реальных условиях я думаю что запуск надо было бы чередовать чтобы износ двигателей был равносильным. Но в наших рыговых условиях абсолютно по барабану. Хотите начинать справа начинайте справа слева начинайте слева. Как только вот эта линия поднялась и опустилась мы можем заниматься стартом второго двигателя. проводим все то же самое. Мы видим он мы видим пошло в процентах наш расти 24 и повышаем двигатель до айдол. айдол темнеет видим что у нас экран яркость становится ярким давайте снизим яркость наш двигатель правый раскручивается ну и вот наш двигатель в принципе запустился дальше что я делаю поскольку нам надо подождать пока упадет давление масла ниже 70 я перехожу во вкладочку fuel здесь мы можем запустить проверку на 15 минут топлива в нашем игровых реалиях это не нужно делать если у вас подвешен бак вы увидите здесь вот такое число 660 бак вешается вместо большого боекомплекта к нашей пушке чтобы увеличить боекомплект надо снять топливный бак внутренний по умолчанию он выключен и что может быть мы видим здесь фью 1870 проблема какая что если вы не включите этот бак эти баки когда осушатся вы упадете и наверное вы будете очень сильно расстроены если у вас окажется у вас еще 660 фунтов топлива не так ли поэтому включаем центральный бак и он будет перекачивать топливо в нашей баке он закончится у вас первым когда увидите центре бак empty ничего страшного у вас есть еще топливо дополнительных других переходим из кладочки фью видим что наше давление упало ниже 70 и начинаем постепенно пошагово либо плавными движениями осями поднимать двигатели это нужно делать очень плавно и аккуратно смотреть как раскручивается наш крутящий момент он раскручивается постепенно я это делаю лесенками видимо я поднял и он медленно медленно ползет начинаю поднимать он медленно ползет торопиться нам некуда это не ми-8 даже с таким медленным запуском мы запустим его раньше апач следующее после того как мы вывели двигатели в норму мы идем во вкладочку SIS и проверяем что здесь у нас нет ничего красного давление масла в норме все в норме температура в норме все в норме выключаем вкладочку SIS и теперь мы можем отключать APU мы работаем от генераторов у некоторых из вас возникнет вопрос а если я отключу APU на малом ходе это нормально нет не нормально мощности малого хода недостаточно до питания всех систем APACH если вы это сделаете то вы собьете свою выставку навигации будете стоять и ждать пока она выставится по новой вам это я думаю не нужно поэтому ждите когда ваши двигатели раскрутятся на полную и тогда можете отключать APU последнее что я делаю я возвращаюсь к TSD и ставлю точку на которой я нахожусь чтобы я всегда мог к ней вернуться как это сделать мы идем в вкладочку Point подробнее о навигации не бойтесь сейчас будет максимально просто это будет отдельный гайд сейчас все что мы сделаем с вами это добавим точку на пролете в данном случае мы сейчас стоим на земле поэтому нажимаем STO Now мы видим здесь у нас появилась точка V01 следующее что нам надо сделать это зайти в RTE нажать кнопочку Add и определить Waypoint почему я не делаю это курсором потому что здесь очень много рядом с нами союзных юнитов это может быть проблемой поэтому когда много союзников на одном месте это можно сделать через клавиатуру клавиатура у нас яркая поэтому тоже убавим немножечко яркость теперь мы вводим V01 поскольку мы должны вести первый Waypoint Enter выделяем его и нажимаем End теперь мы можем вернуться в обычный экран TSD выкрутить теперь символику я могу увидеть что у меня появилось V01 00 километров время полета 0 это нормально поскольку мы находимся сейчас на этой точке если у вас вот такая вот система вы ничего не видите вам надо изменить вашу символику на эти клавиши вверх это у нас полетная по маршруту либо висение здесь мы можем висеть здесь мой полет по маршруту вниз это просто обычное висение с минимальным количеством оповещений вы можете это использовать тоже если хотите а это для висения на больших высотах об этом мы поговорим когда будем говорить о висении сейчас нам это не надо я обычно пользуюсь вот этими двумя моментами то есть вот этим будут сейчас нам пока не нужен точнее не таться а нашлем нам не нужна давайте отключим все по сути апач мы запустили теперь мы можем разрешить на контрольное висение если нам нужны были еще точки маршрута вести точки маршрута и можем лететь все включено что же давайте теперь поговорим о клавишах ну что же давайте по порядку поскольку мы сейчас уже видим наше солнце садится становится темновато это хорошо поскольку мы можем поговорить о подсветке мы можем поговорить о ночном видении переключаемся на все шаги что мы делали теперь подробно о том что мы сделали для чего и зачем мы начинали с вот этих клавиш за что они отвечают данный клавиш отвечает за огни чтобы нас не встретились проблесковые верхнее положение белое красное нижнее положение давайте поставлю на паузу и посмотрим сейчас будет громко поскольку мы должны увидеть как это работает видим проблесковый маячок маякнул нам белым как это работает в американских подразделениях как я понял зависит от подразделения вот эта вот работа с этими огнями для себя я ввел какую тактику готовлюсь к старту взлетаю лечу белые огни иду на посадку сажусь рулю на стоянку красный чтобы было понятно белое я допустим стою у меня лопасти крутится белый я сейчас полечу красный я уже прилетел то есть все понятно даже если кто-то на меня посмотрит скажет что как раз марин с красной значит прилетел сейчас никуда не полетит о белый сейчас он полетит то есть это на мой взгляд удобно если вы будете этого придерживаться но я думаю будет больше понятно на стоянках апачи кто сейчас чем будет заниматься нижнее нижнее положение красные предвесковые огни как мы видим ну а если вы хотите заниматься тем как они работают в реальной жизни то надо найти эксплуатацию грубо говоря этих огней среднее положение крутилочка у нас отвечает за строевые огни что это означает опять вернемся к внешнему виду и увидим сейчас за счет того что уже темно мы видим вот эти голубенькие полосы на нашем вертолете для того чтобы у нас было лучше видно союзникам сверху прежде всего сверху чтобы самолет зашел опа а это свой как это работает если мы сейчас и выкрутим это в ноль то огни пропадут вы можете выкручивать это даже и днем чтобы к вечеру вы не парились об этом потому что вы можете забыть если вы взлетели у вас ярко вы допустим второй час уже рубитесь в течевых сражениях у вас резко потемнело вы про эту крутилочку забудете нахрен понимаете а здесь вы всегда выкрутили и все работает следующее это наши огни обозначающие красный, зеленый белый стандартный цвет то есть верхнее положение это яркость давайте здесь у нас будет менее светло видим он ярко горит если я переведу его в нижнее положение он горит темно это можно использовать ночью на посадке прям ну вообще в идеале это делать в боевых условиях ну всегда вы уже идете на аэродром можете поставить верх а теперь давайте поговорим о косячках которые у меня лично на апаче все-таки да возникают первый косячок связан с подсветкой вот этих наших лампочек я включу вот эти лампочки что вы видели вот этот галетник должен отвечать за их яркость и как видите он работает периодически через одно место то есть таким образом мы регулируем подсветку всех наших ламп которые у нас есть но у меня он бывает так что сейчас мы поймали момент когда он отбаговался хорошо заработал но у меня бывает так что ты его крутишь и они все равно горят это умеете это ввиду этот галетник отвечает за яркость ламп сейчас нам достаточно вот такой яркости флут это у нас заливной цвет кстати смотрите да выкрутили флут и он опять начал подумал что нам нужны лампы но на самом деле нам не нужны флут это у нас вот эти вот заливной цвет в кабине зелененький мы видим да вы можете выкручивать его ночью на максимальную яркость почему потому что при еще старте батареи он будет не так ярко но гореть а потом уже когда вы включите ЭПИ он загорится на полную яркость Primary это наша подсветка всех обозначений всех лампочек а также наша регулировка нашлемного целеуказания ну а это отвечает за наш резервный авиагоризонт кстати давайте его выставим все выставлено ну это клавиши как мы уже говорили проверяет нашу мы видим подсветку подсветку всех лампочек все очень легко переходим дальше а дальше у нас мы видим панель отброса наших подвесок каждый лампочек отвечает за отдельную подвеску эти боковые у нас отвечают за вот эти вот наружные давайте я поставлю вертолет чтобы было понятно то есть если мы смотрим на вертолет сверху то боковые клавиши отвечают вот за подвески и подвески на апачи сюда можно ставить стингеры к примеру также были на более ранних и специальные такие блоки с большей аппаратурой и большим количеством ЛТЦ ну и как вы помнили это отвечает за дальнюю левую подвеску это отвечает за ближнюю левую подвеску это за ближнюю правую ну и вы поняли короче давайте мы с вами отстрелим эти подвески для чего это надо если вам вдруг выбили двигатель 1 на апаче я скажу вам из своего личного опыта что апач не очень-то хорошо летает на одном двигателе если вы летите как бы нормально но если вы снизите скорость то тянет он не очень скажу честно потому что масса по сравнению с версией A выросла намного шаг по сравнению со стандартным обычным апач очень большой внешне они вроде бы не отличаются но внутренне поверьте они отличаются по возможности на два разных вертолета честно скажу и апач версии D он стал намного тяжелее и чем дальше он шел становится тяжелее и тяжелее поэтому полет на одном двигателе на самом деле на апаче довольно опасный поэтому рекомендую потом это потренировать что же давайте отцепим наши пустые корзины с хеллфайрами нажмем на левую ближнюю поскольку у апач стандартная загрузка ближе к концовке крыла крепятся хеллфайры нары крепятся на наружной подвеске перейдем в кабину выбрали подвеску нажали кнопку произошел отстрел мы решили с корзиной с хеллфайрами надо нам подвеску ту то же самое все мы остались без корзин если вы вытяните все четыре то вы все четырех четырех и решитесь сбрасывать рекомендую все на одном двигателе когда летите на одном двигателе вы уже не боец вам надо дотянуть до аэродрома и сесть переходим к нашей вот этой панели про двигатели у них есть два положения верхний и нижний нам в игровых реалиях нужно только верхний нижний нам нужно для того чтобы мы в реальной жизни когда у нас стоит ответственный за двигателем он мог посмотреть что все нормально работает вы раскручиваете двигатель это нужно тупо для раскрутки двигателя он смотрит что все лопатки нормально крутятся все жалюзи там нормально открываются и прочее в игровых условиях нам это не надо нам нужно только верхнее положение дальше и пью уже уже поняли крышку подняли нажали то здесь ясно батарея вы видим что здесь три режима of в общем понятно выключена бат тоже понятно это что такое если вы подключаете наземное электропитание и переводите рычаг то вы будете питаться наземное электропитание делать вам это я реки вообще настоятельно не рекомендую причин какая все на апачи делаешь через и пью если вы подготавливаете вертолет вы сами видели как долго я не включал лопасти это нормально это штатно для апачи если вы подключите наземное электропитание переведете галетник в режим наземного электропитания потом обратно у вас собьется на хрен ваша выставка навигации перезаряжать апачи вам будет и на горячую что вы понимали об этом мы поговорим попозже поэтому третий режим забудьте как страшный сон вам не нужен здесь у нас выключатель мы поговорим . бы глушить это блокировка винтов коснемся этого чуть позже это у нас усиление на рычагах то есть что сложности их передвижения может не знаю на самом деле у меня очень простые руды я еще в этом плане на самом деле бомжи буду только расти к прекрасному я не знаю если такие руды которые можно программировать вместе с игрой и на их усиление если есть то вот это вот клавиши именно даст вам вот это магнитное усиление если же нет то выключаете его вниз и вам она не нужна следующая вот эта панель это аварийная панель здесь мы переходим на аварийную частоту вряд ли вы будете пользоваться но если вдруг это наш ответчик для аэродрома то есть вы этим тоже пользоваться в игровых условиях вряд ли будете zero ice это стирание это если вас подбили надо стереть все данные вы это нажимаете этим пользуйтесь запасная гидросистема что-то с основной нажимаете на эту кнопочку летите здесь все понятно дальше блокировка заднего колеса то есть нашего хвостового то что у нас находится вот в заднице как говорится я помню почему apache такой злой начну колесо задницы ну так вот и я лично эта кнопка не пользуюсь моими автомобильными педалями он очень резко разворачивается на месте вот честно скажу с рулёжка у меня реально проблема потому что у меня автомобильные педали и рулёжка очень нервная с колес колесом это просто ад вы можете попробовать это не значит что для вас это неподходящий вариант если у вас нормальные педали нормальные попробуйте и разворачиваться вы скорее всего будете намного плавнее на рулёжке чем я я лично это вообще не пользуюсь дальше вот это самая интересная вещь это наше ночное видение так как у нас уже смотрите стало темно мы сможем с вами нормально посмотреть это все мы видим как заливается свет давайте включим это наш непосредственно нос вертолета мы видим глазами apache это непривычный нам очки ночного видения это намного круче давайте я выкручу символику что вы видели то есть у нас будет все вот так вот вместе с символикой сейчас мы видим что это как-то все очень белое да поэтому нам надо настроить яркость вот этими четырьмя галет никами здесь они скажем так парные давайте отключу быстренько его что мы могли это видеть здесь у нас верхней крутилочки и вот эти крутилочки все подписано что за что отвечает яркость контрастность усиление яркость флир то есть мы здесь увидим среднее положение переводит его так что он будет смотреть только вперед нам это не нужно положение среднее это масках что я рекомендую вам сделать вы можете побаловаться этими крутил очками но вообще все вот эти вот крутилки эти пять крутилок я рекомендовал бы вам назначить на ось почему вы летите руки у вас заняты потому что вертолет это не самолет тут надо постоянно вносить корректировки в реальной жизни вы просто протянули бы руку смотря вперед и крутили как вам надо как это работает назначили непосредственно ось и как в реальной жизни протянули руку и назначаем хочу оставить вот так пусть будет вот так то нет наверно ярковато чуть 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 его отрегулировали под себя и вы можете спокойно лететь это наши глаза апачи мы видим все тепло инфракрасные как это работает у нас спереди находится специальная отведенное для этого устройства вот это верхняя куда мы сейчас будем смотреть она будет автоматически поворачиваться вместе с нами ты давайте я посмотрю вот давайте на лево чина права лево другое лево и мы видим он смотрит на вас прям вам в душу вот у вот моя голова и вот он наш помощник сумму суду за забу как он называется тоц это по моему нижняя верхняя забу как называется наверное напишу вот здесь на монтаже ну что ж поигрались с этой великолепной штукой кстати она очень сильно помогаете на посадке то есть как мы видим мы видим землю здесь у нас приборная панель вручную мы все это не видим то есть мы можем и на посадке лучше садиться но об этом когда будем висеть это не в этом ролике давайте выкрутим нашу яркость почему я не выключил grand alright я сказал что мы к этому вернемся а все из-за эйс если я сейчас его выключу то мои дипольные отражатели да это дипольные отражатели причем наши непосредственно тепловые ловушки включается вот этим выключателем один более программного здесь и если я взлечу то я окажусь без диполей а сами согласитесь башка у основной нужно огромный столько информации вы не забудете в полете вот эту кнопочку нажать где-то в меню найти я уверен что забудете я много раз забывал поэтому включенным грандом вы можете взлететь и когда взлетите вы просто эту кнопочку выжимаете у вас эти поле включены такой вам небольшой лайфхак от меня пользуйтесь значит дальше переходим к пожарной нашей системе как вы понимаете мы слышим ужасный звук или ng2 fire у нас загорается вот здесь надпись fire у нас приближение здесь загораются о том что что-то горит мы выключаем двигатель сейчас этого делать не буду который у нас загорелся например пускай это будет двигатель 1 здесь будет fire нажимаем ready и у нас появляются надписи это наши огнетушители про при праймаре основной резервный нажимаем одну кнопку 2 не надо достаточно одной потому что это два всего пожарных учатся у вас два огнетушителя вы нажимаете одну не потухло нажимаете уже добавляете грубо говоря здесь я думаю все понятно то самое и пью это наше в су и двигатель 2 двигатель 2 но мы здесь все ясно значит обозначениях здесь ну сами можете поиграть все понятно бры бры ты это bridge bridge сущность яркость здесь выставляете day или night это у нас непосредственно день или ночь что здесь все легко здесь все понятно сами попробуйте дальше здесь тоже самое борт яркость а теперь поговорим о моей боли если у вас все здесь на панели хорошо я вас попрошу напишите мне пожалуйста в комментариях может быть я дурак или это сейчас багуется у всех суть какая мы с вами выставили частоты 127 500 это наши актуальные частоты здесь наши запасные частоты которые мы можем менять таким же образом но для этого нам надо переключать эти частоты переключается они вот этой клавиши но если я нажму как мы видим ничего не происходит это баг у меня за боковался меня должны было 135 переехать вот сюда и я мог ее в клавиши ком через ману изменить то же самое с иючев вот эта клавиша отвечает за смену вот этот треугольничек вот этот треугольничек дать поближе сделаю ты треугольничек отвечает за выбранную нами сейчас непосредственно клавишу мы это также можем продублировать на хатасе грубо говоря у нас тоже есть выбор на хатасе но проблем ся какая на хатасе мы не можем вернуться вверх пилота апачи тоже негодовали по поводу этого вот это со панель на более современных апачах она поменялась на вот этих апачах это смоделирована правда то есть вы можете регулировать вниз а назад вы ему не можете это сделать это делается только вот эта клавиша причем сейчас быстренько если вы делаете и связь через хатас то вам обязательно надо выбрать если я сейчас выберу связь я вижу вичев а мне надо юичев тогда мне надо переключиться на юичев и и снова выбрать если не поняли то пошагово сами сделайте то есть вот прямо откройте это все его сразу поймете что я имею ввиду поэтому давайте сейчас выберу вичев и вот таким образом она богуете вот эта клавиша отвечала за пресет и связь они либо на сервере если вы играете в онлайне уже были готовы либо у вас вы могли то в редакторе миссии изменить а блин какая так ну кто же бакуется здесь ничего не вылезает и тогда вот этой клавиши вы бы выбрали интересующую вас частоту и нажали бы enter и она появилась бы но у меня это забаговалась ну и здесь можно поставить время сколько мы где находились данная вкладочка отвечает за наше топливо если не знаете где посмотреть сколько вас топлива осталось вот ваше суммарное топливо сейчас у нас меньше пол бака я специально не стал полностью бак непосредственно заправлять идем дальше следующий это наша панель предупреждение ракетных атак верхняя f flare тепловые ловушки чав диполе 60 но т.ц. 30 диполе направление обстрела будет также аудио но она на самом деле довольно тихо и вы будете мигать и будете видеть так это это значит ракета летит вот оттуда лампы то нас яркость мы можем сделать менее ярким ну и контрольная панель здесь мы включаем непосредственно наши диполе здесь также все подписано переключатель режима блока основной или навигационный лучше основной и байпас это либо вы отстрелить в автоматическом режиме рекомендую автоматику либо вручную также за аварийный сброс всех от отца кнопка переключения режима стирателя нам тоже в игровых опа случайно задел рост ничего страшного ну а дальше мы выставляем после полета наши непосредственно авиагоризон перед тем как собираемся взлетать вставляем наш резервные вот здесь таким вот образом высоту это об этом и говорили следующая панель у нас панель радио здесь мы делаем громкость вичи и все подписано это наши помехи отключения мастер мы это уже касались это переключение микрофонов если вы допустим угораете по реализму что вы общались только внутренним канальными микрофонами то вот здесь вот стоит поиграться микрофон включен активация по голосу здесь все подписано либо активация по кнопке то есть здесь как вам угодно но большинство из вас скорее всего будет играть по дискорд и дэнт это ваш идентификатор то есть она тоже вам не надо из всех этих клавиш на сегодняшний день для вас актуально только вот это по сути здесь также есть сигналы гсн урвв то есть это наших стингеров или что у нас тут будет прикреплено в общем не важно следующее но мы как видим арочку м4 статную но и видим здесь вот сюда кладется наш вот в этот вот ящичек кладется наш на на глазный моноколь что у нас кабине стрелка объяснять не буду скажу честно я в ней еще не сидел это будет отдельный гайд я занимаюсь пока что только работать с пилотом как мы видим яркость у нас можно убавить ну что ж давайте переходить к тому что мы прилетели посадили вертолет и нам надо его подготовить к второму вылету или же окончательно посадить выключить забыл рассказать о нижней панели поднять поговорим о тормозе потому что тормоз это я здесь мы видим ручной тормоз если мы его уберем наш вертолет сможет двигаться вперед и назад для того чтобы включить просто вытянуть его недостаточно здесь в принципе на старых автомобилях для многие наверно не знают что это такое но вы нажимаете на тормоз и после этого только вытягиваете с нажатым тормозом таким образом вы поставите его наручник вот эта панель вам не нужна она нужна только для обслуживающего персонала она как бы в кабине есть но вам это абсолютно не нужно это отвечает у нас за дефок это у нас допустим мы летим жуки засрали нам все стекло чертовы жуки как я хочу созданный десант вы нажимаете дефок и включаете наш замечательный дворничек или если идет дождь но проблем все о том я не знаю может это связано с движком игры но у нас не жучков ну понятным причинам ни капелек дождя нормально не отображается мы можем переключать режим на высокий либо низкий как его выкручить если мы просто перейдем офф он застрянет боже мой бы теперь летать вечно с этой штукой нет здесь есть парк он запаркуется и просто отпустите он автоматически перейдет в режим все это выглядит вот так допустим в реальном времени все но теперь давайте перейдем к глушению вертолет наглушаться наша машинка довольно просто первым делом что вы делаете это включаете нашу и пью да вы включаете и пи опять же говорю американцев это нормально это штатная работа с этим вертолетом дублируем видим api он и пью старт мы видим что пока я с вами разговаривал мы видим что у нас наш внутренний бак опустошён центральный бак empty пустой и пью включён после того как мы увидели и пью он мы можем приводить наши рут в положении айдов для чего это нужно смотрите вы прилетели хотите заправиться и перевооружиться чтобы не тратить лишнее топливо вы можете переключить ваши лопасти внув минимальное кручение дать движку отдохнуть либо заряжаться на горячий то есть вы можете прям все сказать залейте мне топлива ракеты я пошел вы можете так сделать а можете сбавить оборот переводим также плавненько чтобы нас не был просадок по мощности в режим айдол мы видим наши лопасти начинают вращаться намного медленней и в таком режиме вы можете перезаряжаться следующий прикол который я хочу вам рассказать то что в реал и так далее в общем то есть в реалке пилоты апача говорят что пару минут они стоят вот так для того чтобы двигатель остыл то есть в идеале если соблюдать всего такие тонкости то вы должны постоять перед отключением двигателя вот так пару минут поэтому можете в принципе заняться отключением панели и из приводом ее в обычное положение вы можете посмотреть отключить ненужные вам световые огни индикации данном случае да вы можете правильно ли я не рекомендую можете отключить вот этот грубо говоря и через какое-то время просто выключайте двигатели как я это делаю я смотрю на обороты и смотрю на двигатель потому что сначала я отключаю правый обычно как только он падает ниже 50 отключая левый потому что как только упали ниже 50 я могу включить наш тормоз винта чтобы ничего не повредить мы видим сообщение на панели предупреждение ротор break on эхо какая красота за окном если бы еще мой компьютер не был аккумулятором у нас не было пиксельных облаков то будет прекрасно если вы не включите тормоз ротора скажем так то вы будете долго сидеть и ждать пока не остановится я поначалу такой когда уж остановитесь гады на самом деле все очень просто и теперь я вам процитирую пилотов apache вы сидите и держите палец до остановки лопастей на вот этом выключатели как только они остановились вы включаете его верхнее положение останавливать двигатель стоит когда вы уже закончили все то есть вы можете это делать и на перезарядке но ждать пока двигатель опять раскрутится зачем когда это можно делать на минимальном газу здесь есть также третье положение спросите она для чего она для обслуживающего персонала они блокируют лопасти они уже никуда не двигаются вы этим вообще заниматься не должны и вниз не переключайте это мало приятно сами понимаете ну и в принципе все дальше мы можем выключить наше пью мы видим что наш флот не ярко но горит таким образом освещая вам часть кабины мы его тоже сейчас выключим заливающийся цвет ну а дальше левой клавишей мыши выключаем наш апач в реальной жизни мы открыли вот этот ящичек и убрали бы наш нашлемный манук все мы прилетели спасибо что воспользоваться швяли линии открываем дверку и на этом все если вам понравилось это видео подписывайтесь на наш youtube канал тик ток телеграм и инстаграм ссылочки находятся в описании под видео а с вами был над game rus я как с маринос доброго времени суток цена всем пока подсказать ну пока это и на это ты вы и Субтитры сделал DimaTorzok